всем привет ребят на моей маленькой аквариумной ферме и так вот с утра уже приехал на разводинку покормил рыбку соответственно и вот установил вот эти вот три выростника на кучку чтобы их сегодня точно уже склеить так как оттягиваю оттягиваю а надо надо сделать ребра жесткости буду клеить вот здесь и поверху здесь это так для страховки они там принципе не нужны но пускай будут и пускай просто будут потому что был у меня такой случай что снизу дал течь из-за того что сильно прогнулась вот так вот дно но ребра жесткости дадут свое и больше склейки стекла в общем говоря одни плюсы но пускай будут также вот уже ребят и приехал я на обед так появилось время на работе так как закончился материал и надо что-то здесь делать надо покормить рыбку вот отстаивается артемия хотя бы три раза это будет очень хорошо хорошенький плюс для рыбки особенно маленькой и также вот прикупил сегодня такие вот штучки ребят купил шланг купил вот такой вот пистолет хочу здесь пайку сделать и чтобы ведрами не набирать а просто себе пистолетом по разводни надо набрать какой-то аквариум воды чистой полностью и себе шлангом удобно классно и прекрасно ну в общем говоря это тоже надо сегодня сделать ну и пока время есть сейчас на разводе нки покормлю малёчка и приступаю клеить вот эти вот мы выростники они не особо большие но примерно 60 70 литров них есть фильтрацию пока не буду клеить временно но а дальше посмотрим уже по появлению средств поролон надо будет купить и все остальное тогда уже буду клеить и под фильтрацию ну поехали пока временно заниматься этим с вами александр всем хорошего дня и вот такого настроения и ребят даже очень результативный обед получился на работе то есть не обед а даже можно сказать перерывчик небольшой и склеил я вот эти вот выростники и ребра жесткости вот здесь одно по краям и внутри видите вот такие вот ребра жесткости для лучшей сцепки ну будем надеяться что это будет очень даже таки хорошо малёк покормлен неоны сыты пузо набили уже даже не видать оранжевые пузо они уже превращаются в неонов синие полосочки все дела и вот так вот они здесь поживают все малёчки покормлены и данюшка я так присмотрелся насыпала немало икринки надо тоже будет по приезду куда-то ее отсаживать ну и уехал я дальше и забыл еще рассказать сделал вот такую вот штучку здесь вот у меня будет теперь вода автоматическая люкс хорошо и прекрасно удобно работать так как уже даже проэкспериментировал подменил воду здесь и у анциструсов чувствует себя хорошо то немножко начали в воздух копать ну принципе надо везде делать подмены на моих аквариумах вечерком запланировано вот это вот стоечки возможно вверх ну посмотрим сколько воды будет достаточно ребят приехал я снова с работы и снова очень поздно все то что клеил все просохло все хорошо и даже вот приклеил и остальные ребра жесткости перевернул и вот так вот это все выглядит можно будет завтра запускать эти баночки но конечно же это все будем смотреть так как надо их будет помыть и в принципе запускать надо пускай просталиваются потом следить и все по накатанной и ребят не без потерь смотрите лужица капает капает и капает себе снова пострадал мой аквариум на отстой с той стороны я его уже клею а теперь надо вот видите уголок как цокнуло и это упало у меня вот такое вот ребро жесткости и конечно же она сама разбилась пришлось вырезать еще одно и разбилась вот этот вот аквариум надо сюда латочку такую небольшую сколов нет и это меня радует маленькую ладку но надо опустошить его сегодня это я делать не планировал так как работает так много в принципе хотел перенести на завтра вот подмены воды но придется сегодня так как надо опустошить вот этот вот аквариум и соответственно подменить воду хотя бы вот у этих вот рыбасиков также поступил еще один заказ и я конечно же не успеваю рыбку плодить ребят а надо ее побольше аквариум не аквариумов аквариум и в принципе забиты забиты под завязку но потихоньку я так смотрю она уходит но надо еще баллон раздобыть мой закончился и закачать я его нигде не могу даже не могу нельзя закачать большие баллоны 40 литровые так как кислорода в городе нету и не знают когда привезут уже месяц но это все такое по мере поступления проблем будем их решать сейчас убираю вот этих вот рыбасиков с нереста которые называется данюшка набросала икры сейчас посмотрим те кто не отметался оставим на завтра те кто отметались убираем успешно домой вот и разобрался с данюшкой ребят вот здесь с 20 пар от нерестилась 10 но посмотрим сколько дадут икру завтра так как нерестовики пока не нужны не он еще рано нерестить и пускай они посидят получил я ребят вот такое вот количество икры смотрите красота неописуемая и я вот смотрю час ну нерестить в цикле и икры намного больше хороший чем плохой смотрите вот количество икры хорошие вот с белыми точками я это плохая икра а это все остальное хорошая но она созревает три дня и будем смотреть над ней наблюдать сколько ее проклюнется данюшки но в принципе желтые розовые синие даже леопарды от нерестились но и всякий микс остальные будем за этой икринкой на родители вот уже на месте и пускай набирают икринку сейчас покормлю рыбку и буду заниматься подменами так как надо опустошить этот вот аквариум и рыбасика в то же время уже давным-давно подошло кормить малышню вот такую вот маленькую маленькую ну и вот рыбку покормил успешно набивают пузо вот смотрите на даню вот уже все пузико оранжевые неоны так совсем он там попрятались наелись ну и прикольненько рыбка конечно себя чувствует вот маленькие торнежки по дну все тоже пузатые ну и рыбка покормлена что хотел рассказать смотрите вот товарищ дал мне вот такую вот штучку этот компрессор заявленное потребление 40 ватт в час но вот эта вот штучка показывает 17 и 7 ватта ну вот 17 6 время на ней установлено и посмотрим сколько будет за сутки вот потреблять вот этот вот компрессор я скорее всего догадываюсь почему он 17 и 6 так как загруженность у него в принципе полная но и будем смотреть и наблюдать за этим компрессором если будет он 17 6 потреблять также но все в общем говоря все проверим и тогда уже будем смотреть сколько потребляет электроэнергии моя маленькая аквариумная ферма начнем с этого и посуточно каждый приборчик чего меня здесь стоит в принципе отдельно по некоторым прибором хочу этот компрессор свой кондиционер большой компрессор ну и остальную мощность тоже замеряем всю вместе и тогда уже отнимем компрессора и кондиционер останется свет помпой и все остальное сколько потребляет но это будет за несколько дней результатик я вам конечно же расскажу ну и погнали ребят подменивать воду воду вот этих вот рыбасиков здесь я не кормил только вот тернешку маленькую покормил вот видите пузо набило аж все кругленькие и толстенькие но пускай нарастает здесь ее тоже так не маленькое количество есть сначала они прятались по углам а вот сейчас вот начинает выплывать и радовать глаз поехали подменки столько я воды послевал как я делаю не знаю рассказывал по моему или нет 5 литров мусор со дна и 5 литров губку про сифоневая но и вот так вот по 10 литров я слил возможно будет достаточно чтобы слить воду с этого аквариума что внизу и также прочистил даже губку у тернешки вот этой маленькой она была самая-самая грязная ребят и здесь вот на дне тоже мусора собралась но чё-то не хочу сегодня не знаю почему но надо будет завтра скорее всего его убрать и поехали заливать вот эту вот воду и как-то вот так ребят день быстренько закончился хотя он должен был закончиться еще раньше вот вода подменена латка заклеена и аквариум просыхает до завтра и запускаем его снова потому что подменная вода нужна и даже вот так вот срочно так как надо подменки делать здесь уже сделано даже было достаточно для живородочки вот этой вот подменить воду и она чувствует себя хорошо в скором времени вот эти аквариумы запустятся от сортируем живородочку мечи к мечам малинезия к малинезии и будем смотреть как они будут расти также икорка убрана и в принципе дела идут хорошо на разводинке так как рыбка плодится заказы поступают растет кормим в общем говоря оборот ну и с вами был александр всем приятного дня вот такого настроения конечно же до завтра а